Иракл добыл для Евросфея яблоки Гесперид числом три. Три яблока. Яблоки Гесперид – это яблоки вечной молодости. Да, при этом Геракл уже, раз он добыл коров Гериона, значит он уже Геракл. Что интересно, что тот человек, который идет путем жертвенности, путем, он соединился с жерой, жертва идет путем жертвенности, этот человек, он получает молодость, ну как бы сказать, по самой природе жертвенности. Потому что в жертвенности содержится сила, которая омолаживает человека. Поэтому здесь в одиннадцатом подвиге выходят вот эти яблоки вечной молодости. – Это можно назвать, что у души появляется дух? – Да, запросто, запросто. Сейчас я покажу даже как. Значит, что такое яблоки? Корень в яблоке, яблоко – это ко, это окончание, а корень – бэлэ. Корень бэлэ, он присутствует в слове, допустим, благо, благодать в словах. И он же, поскольку слова, в смысле слова, корни перевертываются, он же указывает на лэбэ – любовь. Офь – это окончание, и им нужно пренебречь, как и вот здесь в слове яблоко. Значит, здесь корень бэлэ-лэ-бэ – любовь, благо-любовь. То есть, если Геракл добывает эти яблоки, то, по сути дела, он овладевает силой блага и силой любви. Что на это еще намекает? Геспер. Геспером называли Венеру. А Венера, как известно, двойная звезда, так сказать. Она появляется в небе на заходе Солнца, и она появляется на восходе Солнца. То есть, на закате и на восходе появляется вот эта звезда под названием Геспер. У нас это, кстати, называлось Деница. Итак, что мы имеем? Три яблока плюс двойная звезда Венера. Венера – звезда любви, и Геспер тоже отвечал за любовь. И таким образом и яблоки вечной молодости – три. То есть, яблоки – БЛЭ, ЛБЭ, любовь. Получается, что в одиннадцатом подвиге Геракл овладел любовью. И вот эти три и два встречаются в мифах-сказках в том или ином виде. Но там можно выделить три и два в очень значимых мифах и сказках. Три и два обязательно выходят наружу. Я это показывал в истории Христа, в русских сказках, в греческих мифах, в иудействии. Вот эти три и два присутствуют. В явном виде, допустим, в нашей культуре, три и два присутствуют в имени Дмитрий. Оно раньше писалось вот так вот. Дмитрий. Здесь три. То есть, получается, два. М – это символизирует Великую Матерь. И два М3. То есть, двойственность и тройственность соединяются вот в этом женском начале. Просто женское начало раньше было высшим богом. Это потом патриархат в XVI веке взял полную власть. Как еще понять вот это два и три? Вот наше строение тела, оно троично. Голова, грудная клетка, тазовая область. Сюда здесь кости. А внутри тела – левые и правые стороны, мужское и женское начало. Двойственность – это скрытая, это нафь, а тройственность – это явь. Вот когда ты соединишь явь и нафь, два и три, ты превращаешься в любовь. Собственно, или делаешь подвижку, делаешь шаг в сторону любви. С другой стороны, вот это знаменитое выражение Иисуса Христа, когда вы соедините левый, правый, верх и низ, внешне и внутренне, вы соединитесь с Богом. Там тоже три двойки, три пары. А три пары – это три парки. Пара – парка. Три парки – это три виллы. Мы в теле имеем три виллы. Вот первая вилла, она голова, левая и правая. Вторая вилла здесь, мы расходимся на два. И третья вилла, вот здесь вот буквально ребра расходятся, и здесь мы формируем третью виллу. Парки – это богини судьбы. Вот эти три виллы, три парки, они руководят нашей жизнью. Точно так же внешне и внутренне, левое, правое, верх и низ, точно так же вот эти три парки руководят нашей жизнью. И когда мы соединяем эти три виллы, то мы превращаемся в любовь к Богу. И вот Дмитрий Донской, он именно вот имя Дмитрия Донской, именно это и выражает. А Донской – это Дон. Дон на древнерусском означало «река жизни». То есть он соединил два и три, и он превратился в реку жизни. Дмитрий Донской – такой у него был титул священный. Донской – это «река жизни». Субтитры создавал DimaTorzok